Итак, движение номер два. Каша. Жена что-то тут не допила, допьем за нее. Кстати, я люблю садиться, если позволяет. Это в полу лотос. Съел вот так. Я всегда вот так только ел. Дома тем более. Жена у меня поступает так. Наливает целую кружку, там, допустим, чая, кофе. Выпивает обычно половину, не допивает. Я за нее допиваю. Мотивирует она это тем, что половина не должно быть. Должна быть, как бы сказать, все должно быть по полной программе. А уже из этой программы Ты сам выберешь, сколько тебе надо. Полная, не полная. Ну, вот я тут завтрак был, это кофе. И вот такой, и такая слойка. Я предпочитаю несколько реновое. Каша Несколько суховато, но теплая. Вроде бы, жевать неудобно. Так и хочется чем-то бы запить. Например, вот я бы сейчас запивал. Но это плохая привычка. Потому что крахмалы должны перевариваться в ротовой полости. Вернее, первичная обработка крахмала идет в ротовой полости. Смачивается слюной. И уже начинается какая-то работа пищеварительная. И если этого нету, а просто там запивается туда дальше, то, не пройдя первую стадию обработки в ротовой полости слюной, крахмал и дальше полноценно не переварится. Из них образуется слизеобразующий продукт. Вернее, из них образуется слизь. Частично усвоится, частично будет болтаться по крови, подойдет к легким носоглотке и в виде слизи будет выводиться. То есть, когда у нас в носу, в легких, особенно по утрам там появляется слизь, вы откашливаете. Это говорит о том, что пищеварение работает не так, как надо. Причины какие? Если убрать, то там то, что у пожилого возраста оно может там ослабнуть, еще там что-нибудь там такое. Это то, что вы неправильно едите. Вот я вам показываю. Жидкости я выпил до еды. А теперь ем. Тщательно пережевываю, чтобы все это у меня уже в ротовой полости превратилось в такую практически в водичку и проглотилось. Вот это будет нормально. Еда это очень важное, будем говорить, мероприятие, когда вы строите свое тело, строите его. К этому процессу надо относиться серьезно, ответственно, а не просто а, я проснулся, побегу там на работу или еще какие-то дела у меня, кофейку хлебнул, слойку съел, вот как моя супруга. И считается, что это все нормально. А потом, когда наблюдается преждевременно старение, морщины на лице, и еще там что-то там такое с организмом, какая-то слабина, человек это не связывает с тем, что он вот так вот неправильно, безобразно питается. 95% людей считает, что все это нормально. Но это очень далеко от правильной технологии жизни. поэтому сели, не спеша, с хорошими мыслями, с добрыми намерениями, поблагодарив Господа за то, что Он вам дает пищу. Кстати, я всегда говорю, перед тем, как съесть, следующее. Господи, спасибо за пищу, которую нам посылаешь. Приятного аппетита, Владыки, благословите. и все. И еда пошла. Благодарение очень важно. Очень важно. И благодарение в сознании человека возникает тогда, когда он начинает понимать, что такое жизнь. Ее ценность. Величайшая ценность. Это он благодарит Господа, что он дал ему эту возможность. да, вот пока смотрите, я ем, жую, беседу с вами. Возникает такой вопрос. Усыхают десны. Десны усыхают. Огоряются шейки и зубов, там и пошло, пошло, пошло. Развивается так называемый парадонтоз. парадонтоза. Я считаю, есть две причины парадонтоза. Первое. Если у нас в корнях там зубов живут какие-то вредные бактерии. И в результате они там ведут свою работу разрушительную. Десны кровоточат. Запах имеется. то есть здесь это все сказывается на десне, она там усыхает и прочее, прочее, прочее. Это одно. Здесь нужно применять полоскание полости рта концентрированным солевым раствором. Ну, какой? не такой, как рапа. Ну, примерно чайная ложка соли на полстакана воды. Размешали, пополоскали. Соль будет вытягивать из различных щелей. воду, то есть, чтобы сравнялась концентрация жидкости между тканями и то, что у вас во рту. и это будет способствовать тому, что ведется какая-то борьба. Можно применять там отвары с вяжущими свойствами. там это тоже будет способствовать укреплению какому-то. Но я беру свою супругу. Вот у нее там с десными проблемы, то есть усыхает, уменьшается и прочее, прочее. Вот она кофеек со слойкой съела минут за 10 максимум. Я же даю жевательную нагрузку на свой аппарат. Зубы, десны, челюстя. Я не зря перед вами столько долго жую кашу. У меня тут все работает. Работает, понимаете. Снабжается кровью. зубам надо давать нагрузку, надо давать работу, тогда не будет у вас. Как орган, который работает, он сохраняет свою активность, он сохраняет свою функцию, он сохраняет свою массу. челюстя. если я взял чайка сладенькая, да просто-напросто в прихлебку вот это вот заглотил, максимум за 5 минут, просто заглотил, не жуя, потому что вода все размягчила, вместо слюны. У меня бы тоже был бы парагонтоз, старческое вот это вот увядание моих бивней, со всеми вытекающими последствиями. А я перед вами жую, ну, пока посмотрим сколько. Уже, наверное, жую минут 15, если не больше. Тщательно все перетираю слюной, обильно поливаю, далее рефлекторно, у меня так и в животике забурчала перистальтика, запоры, запоры у нас, а чего и не будут запоры. Вот это вот, это, что такое вот эта вот штучка, слойка? Это практически крахмалистый клей, клейстер. как у меня представьте так, устит. Так вот, этот клейстер мы с вами заглотили за минуту и считаем нормально. Опа! Упало у нас там. И думаем, что дальше все само тут будет работать. так вот этот клейстер лежит, не перистальтики нету. Не заработали другие связи там, нервно-гуморальные, которые способствуют этому пищеварению. Мы даже вкус особо не ощущаем. Так, за пять минут это все хлобыс и все там вкусненько там и все, пять минут. А я вот ощущаю вкус пищи минут уже двадцать. разница есть. У меня работает перистальтика. У меня рефлексорно начинает усиливаться пищеварение, продвижение по кишечнику и нет запоров. А так как мы забросили вот этот клейстер и все это запили и думаю, а почему это у нас запоры, а почему это еще что-то там применяем какие-то средства, чтобы все это протолкнуть, освободиться, не понимая, что заеду и неправильно потребляя пищу, мы с вами нарушаем все процессы создания здорового, сильного организма. пищеварения удивляемся, а что это у нас такое? Зубы слабые, десны слабые, пищеварение никуда не годится, набросали туда разные ерунды, дисбактериоз, калит какой-то, грозы, запоры, слабость, дряхлость. Вот я на ваших глазах съел кашку, съел так, как надо. у меня активен весь пищеварительный тракт, он весь заработал за эти там сколько там я не знаю, 20, 25, 30 минут. Знаете, спешить надо где угодно, но только не по поглощению еды. Все, рот, желудок, пешечник, все остальное прекрасно заработали. когда вы долго жуете, вот эта пища смешиваясь с вашей слюной, она становится частью организма. Если она не смешивается со слюной, так вы там закинули, там думаете, дальше само все будет, то инородным куском у вас там, который надо как-то обработать организм. Обработка начинается с ротовой полости. Запомните это. Долго живешь, дольше и здоровее живешь. уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!